Здравствуйте! Скажите свое имя, фамилия и отчество. Так. Запара. Василий Васильевич. Год и место рождения. Год 1921 год. Украина. Город Марганец. Никопольский район. Днепропетровская область. А число и месяц рождения? 4 марта. Время нахождения на фронте. Когда попали и выбыли с фронта. С первых дней войны. И до последних дней войны. Где воевали? На каком фронте? Воевал я на Южном фронте. Под Одессой. Начинал с под Одессой. Город Одессы. Потом в Харьковское направление. На Харьковщей. Потом в Сталинград. Сталинградский фронт. Потом в Волгу. Это самое. Орловско-Курско-Дуран. Ну. А потом в госпитале. И так далее. Даже после Орловско-Курско-Дури. Был тяжело ранен. Вот. После выздоровления опять востребовался. По профессии. По военной. Летчик. Летчик-истребитель. А название. Ну там. Соединение. Часть армии. Значит так. Вторая воздушная армия. Восьмая воздушная армия. Шестнадцатая воздушная армия. Вот. Это армии. Полки. Значит. Боевые полки. Тринадцатый истребительный полк. Сто одиннадцатый гвардейский. Сталинградский полк. Сто восемьдесят третий истребительный. Летчик-истребительный полк. Вот. Это. Боевые полки. И. Запасные полки. Я уже после ранения устанавливал там свои лотные навыки. И. Опять формировались. Боевые части. Значит. Шестнадцатый. Девятнадцатый зап. Зап. Запасные в своем полке. Вот. Девятнадцатый зап. Да еще. Забыл еще какой-то один зап. После войны тоже в боевых частях служил. В реактивной авиации. Восемь лет пролетала. Так. Из вооруженных сил ушел в тысячу девятьсот шестидесятому. Скажите. Да. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Что было? Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Да. А надвигающейся? Да. Было. Было. А из чего оно складывалось? А складывалось из обстановки международной. Мы же люди грамотные были. Читали газеты, радио слушали. Ну то, что творилось на Западе. С чего начинал Гильдер свою деятельность. Мы все знали. Знали, что он захватывает одну страну за другой. Что двигается ближе к советским границам. Ну и вот эти договоры, пакты о ненападении. Все это говорило о том, что движется к тому, что будет развязана война мировая. А договор этот, он прикрывался такой крышей, которой трудно было, как говорится, ее преодолеть, пробить. И потому что слишком много было нельзя. Слишком много было запретов. Говорить много нельзя было. И даже думать, мыслить нельзя было о том, что Гильдер нарушит свой договор. Это была строгая тайна договоренность. Как они там Гильдер со Сталиным договорились? Но народ знал о том, что там написано в газетах было, что войны не будет. Что договор, он надежный. Граница будет на замке. Что враг, значит, самый не осмелится напасть на Советский Союз. Ну а если нападет, то даже прессы такие сочиняли. Если завтра война, если завтра поход. Вот там, значит, восстанет весь народ в защиту своей Родины. Примерно такого содержания. Вот. И врага мы разобьем на его же земле с малой кровью, с могучим ударом. Вот с такими, значит, самыми настроениями весь наш народ был подготовлен к войне. Мы были готовы к тому. Кинофильмы выпускали такие. Я сейчас как помню. И называется «Если завтра война». Граница на замке. Все это было, значит, сказано о том, что держитесь, люди. Крепитесь, люди. Потому что назревает такая обстановка, что Вторая мировая война разразится не только на Западной стране, но и на Советский Союз. Скажите. Вот такая была настройка у людей всей нашей страны. Что Вы думали о войне в Испании и о начале Второй мировой в Европе? О Испании. Что Вы думали? Думал. Думал. Тогда я еще был, конечно, молод. Это было в 1936 году. В Испании, да? А мне было тогда 15 лет вроде бы, да? 21 года. Правильно. Но я еще мало мыслил тогда о том, что там война была и что участвовали. Добровольцы нашей страны там, я знал, сюда посылали и летчиков, и танкистов. Значит, для того, чтобы, значит, помогали там, ну, какая-то самая, республиканская армия там была, которая самая, воровалась против фашистов. Ну, и, естественно, думали так, что, ну, что там, Испания вроде бы небольшая, Советский Союз большой, что мы поможем, что не случится там ничего опасного. Однако все-таки не получилось. Все-таки фашизм там одолел в Испании. Как Вы узнали о начале войны? Очень просто. Я уже был курсантом, который закончил училище военное, летное училище в городе Качево, около Севастополя. В эту ночь мы уже, как сдавшие государственные экзамены, ждали мы назначения воинской части. Ну, и выполняли, значит, такие обязанности начальниками караулов, то разводящими, короче говоря, по охране уже гарнизонных объектов. Вот в эту самую ночь я был разводящим караулов, который охранял покой отдыхающих курсантов. А вот был палаточный городок. Мы и сказали, у нас уже время было, май месяц, переселением палатки. В палатках мы ночевали. И вот как раз подходил я, привел я развод, смену сессовых. А рядом там с нашим палаточным городком было тоже училище зенитчиков, артиллерий. Они тоже в палатках жили там. Но где-то метров 600 от нашего палаточного городка. И они ночью, ну, тренировались, учебные были такие стрельбы. Там-то самолет какой-то ночью, буксировать с мишень. А они, значит, стреляли, учились стрелять, попадать по мишени. Вот это редко. А в эту ночь что-то такое, значит, было интересное. Прямо все мы остановились под грибком и смотрим, что ж такое. Так сильно, значит, стреляют. Очень много огня. Похвалили женищиков. Вот молодцы ребята. Вот те ученые. Вот те показывают свои умения. Да. Ну, и на этом, значит, зарево было там, стрельба, значит, учеба, да, учеба. А это было уже на рассвете. Где-то, ну, вот примерно вот такая вот самая. Рассветала. Где-то около четырех часов утра. И вдруг гул самолетов. А там всего 25 километров, по-моему, от Севастополя, на наших, училища на берегу моря была. Вот они, два самолета. То ли у них остались бомбы, то ли не специально, значит, оставили. Развернулись и сбросили бомбы на Палаточный городок. На нас не попал, а попал на Палаточный городок Зенитчиков. И прямо бомбы взорвались на медпалатку. Ну, вот там и кошмар был. Там был страх, крик, что творилось, я и сейчас представляю. Кто в чем лежал, кто голый, кто в кальсонах, кто как бежали, кто куда. И много было, конечно, там жертв. Ну, вот отсюда и началась война. Вот тут я ее и увидел. Это первые дни войны. А какова была ваша реакция и ваших близких? Моих близких? И ваша. Мои близкие были в оккупации на Украине. Я не знаю их реакции. А моя реакция была, как все граждане Советского Союза. За родину, за Сталину, скорее на борьбу с врагом. Вот мы всего после этого прождали неделю. И нас, всех, кто закончил и сдал государственные экзамены, распределили по боевым частям. Кого куда. Вот у меня первого, значит, там было с группой 10 человек, направили в Одесский военный округ, в город Одесса. А там, значит, уже по штабе, значит, нас определили в боевой полк. Это был первый боевой полк, 292-й боевой полк истребительный. Ну и все. Как начало войны. В каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Обронили город или освобождали город или село? Еще раз повторить, я не понял. В каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Вот сражения, значит, первые нам боевые вылеты мы сделали под руководством. У нас был командир полка майор Слусков, герой Советского Союза. Участник боев на реке Халхингол и озере Хасан. Это на востоке были там японцами затеяны конфликты. Там, значит, наши летчики проявили свой героизм. И вот один из них, герой Советского Союза, возглавлял этот полк. И нас туда 10 молодых летчиков отослали для проходения уже боевой службы. Первые полеты боевые на самолетах, из 16-х такие были, боевые самолеты. Выполняли, значит, ну как сказать, по условным сигналам. Радио не было, никакой связи не было. Так вот на земле договаривались, что если это, я иду в атаку, я, значит, делаю мелкие покраски, внимание, и сам открытие огня, отжимая, значит, плавно самолет в пикировании, и смотрите на трассу огня, на ведущего. И со стороны сам выполняете. Таких вылетов сделали под Одессой, в Одесском направлении. Ну, кто 5, кто 7 вылетов. Не много, да, всего в полку 3 эскадрильи было, а самолету всего 10. А в эскадрилье должно быть 10 или 11 самолетов в эскадрилье. А в полку должно быть 33 самолета. Ну, а всего в полку было 10 самолетов, да, их поразбили, мало было. И где-то через неделю прилетает на аэродром, на полевой аэродром Дуглас, поставили самолет, прилетает в этом самолете лётчики за орденами уже, заслуженные лётчики, забирает самолёты эти наши и улетает на другой фронт. А нас все молодые, мы остались без ничего. Полк этот расформировали. Молодёжь у нас отправили на переучивание на новые самолёты, на новые боевые самолёты на Кавказ. Вот на Кавказе, в Азербайджане, мы там овладели новой техникой, самолёты назывались ЛАГГ-3. Ну, вот, по тому времени были новейшие самолёты, типы. И на этих самолётах мы потренировались, полностью боевым полком улетели в город Сталинград. И там, значит, начали выигрывать. Там крупные боевые действия были. Там мы сражались. В течение месяца полк полностью потерял весь боевой личный состав и самолёты. Такие были там сильные сражения. В одном из боёв меня подбила зенитная артиллерия. Я самолёт загорелся, с горячего самолёт выпрыгнул. Ну, благодаря ветру, который был, на нашей территории дул, я приземлился на своей территории. И в госпитале подремонтировали меня в Сибири, в Кемеровской области. Там опять попал, значит, в безопасный полк в Новосибирске. Там сформировали новый час, опять на новый, на новый, другой, другие типы самолёты, и на этих самолётах отправили нас под Харьков. Вот там же, под Харьков выполняли боевые задания различного рода. Такие, как в основном сопровождение бомбардировщиков, штурмовиков на боевые задания. Задача была истребителей выполнение задания основной группы самолётов или бомбардировщиков, или штурмовиков, сохранить их от нападения от истребителей противника и привезти домой. Вот. Дальше такие были полёты, как охраняли, значит, высадку войск на передовых позициях, саму передовую позицию охраняли, где патрулирование, барражирование делали в течение всего светлого времени, начиная с рассвета и менялись, значит, до темна, охраняли передовые позиции, ну, и так далее. На разведке намного задания доходили. Ну, вот, так, и попал здесь уже в конце вот эта самая бойня была здесь, на Орловско-Курской дуге, которая, значит, известна всему миру и которая вывела нашу страну и войска к победе привела главная эта битва. А здесь тоже у меня в одном из жарких боев подбили и лет после этого падения 6 месяцев ремонтировался сам в госпитале. А дальше уже после этого продолжал службу без войны, чтобы война была. А я готовил летчиков тем действиям, которые необходимы было на войне. Ну, стрелять воздушным боевым, стрелять по разным целям, групповыми полетами, разведкой и так далее. Ну, что, что, необходимо на войне. Короче говоря, я был уже инструктором, сам уже учил молодых летчиков, которые после этого отправляли на фронт. И так до конца войны. И после войны уже я освоил, владел реактивную технику. Вот уже переход был от поршневой на реактивную. 8 лет пролетал на реактивную технику, а потом после, когда уже меня уволили в запах в 60-м году, здесь, здесь, в Орле, я еще молодых летчиков обучал в аэрополме 4 года. Сделал 4 выпуска, 32 летчика обучил молодых. И на этом моя летная жизнь закончилась. Все. Скажите, мы знаем, что советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? Кто из участников фронтов идут? Мы знаем, что советские солдаты проявляли на фронте массовый героизм. Что для фронтовиков было источником мужества? Победа. Значит, одержать победу. В любом задании, которое давали в задании, был источник мужества. Продолеть врага и добиться победы. Вот и все задача наша была. с какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались? Ощущения что? С какими чувствами вы шли на войну и с какими возвращались? подготовка какая была молодила за родину за Сталин за советский народ с такими чувствами патриотизма полного боевого патриотизма. Вот наши были чувства. Мы другого ничего не знали и не хотели знать. Вот так вот так сли на войну. А еще вопрос какой? Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии пришлось отступать? Были сомнения в победе? Были. Были, были, были. Паника была. Не было такого значит не было такой уверенности что наша армия сдержит потому что удирали драпали было страшно конечно когда бросали все и уходили на восток не считаясь не с потерями материальной потери это уже не считалось лишь бы спасти свою жизнь люди значит удирали было такое было настроение но это внешнее а внутреннее все-таки у каждого что-то оставалось от того что было заложено в нашу молодость когда еще войны не было все думали и надеялись на то что так как в песнях пели как кино показывали что победа будет за нами что мы победим и так далее что все будет хорошо вот вот внутреннее было настроение а так внешне было всякое скажите имеете ли вы награды если да то какие перечислить пожалуйста имеете ли вы награды если имеете то перечислить пожалуйста два ордена отечественной войны первой степени медаль за оборону Сталинграда медаль за победу над Германией это боевые награды а остальные значит там за выслугу лет юбилейные это их у меня таких 28 медалей вот такие награды расскажите о своих командирах кто из них больше всего запомнился и чем так хороший у нас был командир вот этого полка где мы здесь от Аровской Курской другие воевали подполковник Хирмий так фамилиево он сам боевой летчик очень много у него было боевых наград я не знаю носил тогда у меня еще медали не было а он вес вся грудь грудь водяна мы его очень уважали доверяли ему он сам много раз водил группы нас в бой ну вот его то мы уважали любили ценили его действия вот и все кого вы и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем кого я считал полководцем выдающимся Жуков Рокоссовский это самые выдающие полководцы которые вели войну и довели до конца вот таких больше я не назову никого каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Сталина что Сталина каково было ваше отношение и ваших сослуживцев к личности Сталина к личности Сталина было нормально потому что мы тогда все шли делись один раз за родину за Сталина все больше у нас других Их не было девизов. Станин, Станин, наш отец, наш родной. Скажите, на фронте были люди разных национальностей? Были. А что по-вашему объединяло представителей разных народов на фронте? Дружба. Только дружба. Только дружба. А были разные национальности. И грузины были, и армяне, и азербайджане были, и украинцы, как их много было, и белорусы, все были воедино. Нас разницы не было. Кто-то там армян, где-то там грузины, где-то русские. Все были ребята свои. Все свои были. Вот и объединяли нас, друг, и все. Скажите, верили в Бога до войны? В Бога? А я и сейчас не верю. Не верил и сейчас не верю. На фронте часто складывалось тяжелое положение. Как удавалось не падать духом и поддерживать воинскую дисциплину? Ну, дисциплина была по-всякому. Здесь вопрос трудный, конечно. Как удавалось? По-всякому удавалось. Вот до страховых батальонов. Вот до линии заграждений. Были такие случаи, когда отступали, бросали передовые позиции, а сзади была линия заграждения. Наши бы вставляли свои же пулеметы, старались бы не удирали. И такое было. Вот вам отношение. Что запомнилось из встреч с населением во время пребывания в прифронтовых населенных пунктах? Из встречи с населением прифронтовых население очень было довольно радо. Там, где освобождали эти населенные пункты, землю это освобождали. Очень радостно встречали. Но, может быть, не все, как сказать, открыто выявляли свои эмоции, но по внешним признакам люди были рады. Может, кто внутренне был и недоволен, кто ворчал, чтобы вы отступали. Вот мы тут из-за вас страдали. Все это, знаете, внутренние эмоции. А внешне было все хорошо. Рады были и довольны, что их освободили. Каким было отношение к вам и вашим товарищам населения освобожденных стран Европы в конце войны? Значит, я вам так скажу, что в конце войны мне пришлось выполнить командировку правительственную. Наше правительство, это где-то в сентябре месяце 45-го года. Продали там или отдали, не знаю, по договоренности, большое количество самолетов в Югославии. Ну и меня, как опытного летчика, включили туда в группу перегонщиков. И я, значит, сам и участвовал в перегонке этих самолетов в Югославии. И мы туда отправили, значит, эту группу, где-то около 60 самолетов. Нас там встретили со всеми почтами, радостью, благодарностью, как можно дружественных людей. Я впервые с Югославием встретился. Они, славяне, у них язык, конечно, другой, но очень много родственных русских слов. И мы с ними без переводчика объяснялись. Очень рады были, довольны, спасибо, благодарили правительству и нас самих. Очень нас там хорошо встретили и проводили. Вот я так понял, что были рады нам. Ваше отношение к немецким солдатам, какими их видели и воспринимали? Немецкие солдаты, очень дисциплинированные солдаты. Надо сказать, вы мустрованные до каждой буквы, как сказать. Это мустрованные солдаты. Они очень точно и скополезно выполняли приказания своих командиров и начальников. Вот такие солдаты были. Ну, солдат, есть солдат. Солдат, если его определять как человек, как человека, здесь уже трудно, это уже психология, понимаете? А как человека, выполняющего воинские обязанности, солдат, он подчиненный. Он честно выполнял приказы, добросовестно своих командиров. Вот суть мое такое понятие. Первый пленный немец, которого вы увидели. Ваши чувства и впечатления? Первый немец, который я видел, был майор по званию летчик. У нас по... Где-то там, сейчас я скажу, где-то такой город Старобельск, это Харьковская область. Там изюл, борьбер, вот это Харьковское направление. Там в одном из боевых дней был такой, значит, эпизод. Шел разведчик немецкий, но он на большой высоте. Его полет был по следу, инверсионному следу в воздухе, конденсировался пары, сгоняющих и самих газов. И они конденсировались, я оставляю. Ну, может, вы видели следы, когда самолеты летят, одних след. Это называется инверсионный след. Поэтому следу определили, что летит со стороны Германии, со стороны фронта, разведчик. Ну, выпустили пару самолетов наших дежурных. Один из них, шасси не убрали, сел, а второй, один улетел за ним. И полетел, значит, в самолете кислородное оборудование было, но не было маски специально. А тот самолет противника и шел на большой высоте. На это где-то больше 7 тысяч метров, больше 7 километров высота. И он, значит, наш летчик, взял, открыл винтель шланга без маски. Взял этот самый шланг-проб и набирал высоту уже со шлангом во рту кислорода. Догнал этого самого самолета, сбил он его там. И эти летчики выпрыгали из своего самолета, а там наши, значит, сами, там воинские подразделения, кто-то, в общем, их поймали, в общем, этих летчиков, и привезли к нам воинскую часть. И вот там, значит, был допрос их, и они сами, значит, спросили, вы нам покажите этот летчик, который нас сбил. И вот он, перед вами стоит. Парень небольшого роста, такой молодой, ему 20 лет не было еще. А эти, значит, такие, ну, уже умудренные опытом, возраст у них, немцы, холеные такие. Все, значит, как это так, что они не увидели, ну, в общем, сбили их. Вот они там и удивлялись, и возмущались. Не могло быть так. Не могло, как вы здесь оказались. Вот это первого пленолетчика видел я. Ну, а так дальше всякий был. В составе вражеской армии были не только немцы, но и румыны, итальянцы, венгры, финны. С кем было труднее воевать? И почему? Я не знаю. В воздухе там трудно было разобраться, кто в самолет сидит, немец, итальянецы или румын. Ну, по данным таким, которые уже потом выяснялось, с кем, что дрался, определяли, что немцы самые были воинственные солдаты из немцев. Румыны не такие, они более боязливые были, и также итальянцы не очень-то были дрочуны такие, как можно называть по-русски. Самые я, 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 дача были немцы. Приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах или о других предателях? О власовцах слышал я только после войны. Вот, что целую армию командующий сдал плен, и он не только сдался, но и участвовал в войне против русских солдат. Ну, ты слышу это, так, сам я с ними не встречался. Сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Случаи дезертирства? Ваше личное отношение к дезертирам? Дезертирам отрицательные отношения, отрицательные. Я не ненавидел это самые такие подвиги в кавычках. Значит, это не люди были, это не советские люди были. Вот так, такое мое отношение. Расскажите о бытовых трудностях на фронте. Как вы их преодолевали? А преодолевали просто, зная то, что война, никаких капризов, никаких стонов, никаких претензий, надо, надо, нет, значит, нет, будем ждать, что будет. Вот такие терпения, больше терпения, терпения, терпения и понимания. Вот это все. Ваше личное оружие, чем оно было для вас на фронте? Ну, говорится, защита своего, своей жизни, личное оружие. Давайте нам для того, чтобы защитить себя, в случае, если, значит, и подобьют, или сядешь на вынужденные, что при встрече с врагом, чтобы можно было чем-то защитить себя, и все, личное оружие. Как вы отдыхали на войне в часы затишья? В часы затишья? Бывало по-сякому. Бывали такие случаи, когда, ну, у летчиков главная погода наша была определение, значит, на наши там отдых или на приоритетности работы. Хорошая погода, летаем от темна и до темна, весь светлый период. Если бывает, значит, такие вот, туман, вообще нельзя вылетать, или там, значит, сильные бурили, дожди, что вылеты запрещались при такой погоде. Вот в это время мы отдыхали. Такие вот, используем природные условия, когда когда. Знаменитые наркомовские 100 грамм. Какую роль они играли для вас и ваших товарищей на войне? Играли роль хорошую, положительную роль. В том смысле, что мы веселились и там танцевали и пели после этого. Значит, это 100 грамм эти наркомовские очищали дневное напряжение человека. Значит, насколько был летчик напряжен после двух, трех, четырех боевых вылетов, к концу дня уже ни руки, ни ноги, ни голова не соображала. Если уже после боевой работы остались кто жил, на ужин нам вечер давали платить 100 грамм, после этого крепко засыпали и просто стресс такой напряженный снимал вот из 100 грамм. Утром уже просыпались, более-менее работоспособны, садились в сливалы и опять в бой. Вот это были старые для этого. Больше никакой роли не играли тела. Когда и откуда вы писали домой? Что сообщали родным о себе? Могли ли писать обо всем, что с вами происходит? Писали мы все, что могли писать. А как доходило, но я говорю, когда моя родня была в оккупации, мне некуда было писать. А то, кто жил, родня была в России, где еще неоккупированы были земли. Те писали, конечно, все, что могли. А цензура у нас существовала тогда, военная цензура. Каждое письмо проверяли, зачеркивали то, что нельзя было не запускать. Скажите, вы были ранены? Если да, то когда и где? Был. Был трижды ранен. Два тяжело ранены и один раз легко ранен. Один раз в Сталинградской битве, второй раз на Тароловской Курской Дуге тяжело. И здесь однажды ранен легко было. Ну, вот такие ранения у меня были. Скажите, вы были в плену или в оккупации? Не был. Не там, не там. Скажите, где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? Что делали и что чувствовали? Встретил в запасном полку 16-й запасной взорный полк, в котором я уже говорил, рассказывал, готовил летчиков боевым действием. Это последний мой боевой полк, который во время войны был. вот это было Саратовская область, город Аткарск. Такое место было. Скажите, какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет, отношения между людьми? Ну, я как летчик, конечно, мне всех больше понравился более правдивый фильм. Старики идут в бой. В бой идут одни старики. В бой идут одни старики, да. Вот это мне самый правдивый такой, ближе к истине фильм. Скажите, произведения какого писателя наиболее правдиво отображают войну? Ну, опять же, я как летун, больше по-любому, Борису по-любому я его произведения, вот это самое бездовико трагичное. Ничего страшного. как называлось это самое. Ну, в общем, воевром писатель как. Как вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией? Принимали ли вы участие в войне с Японией? Нет. Не принимал, не успел, но был на пути к тому. Не доехал, не успел доехать. Я так понял, быстро закончилась война. Как вы думаете сейчас, почему началась война? Как избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? А потому избежать можно было, если бы наше верховное правительство немножко было ближе к людям, чтобы они правду говорили, чтобы они не врали. Мы готовы мы. Надежь не готова. Да. Чтобы они правду говорили, чтобы не лгали, вот тогда было бы другое в 70-е годы сейчас. Я 34 года работал. Скажите, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Пожелать того, чтобы больше никогда в жизни никто не слышал и не видел бы этой страшной изнурительной войны. Вот это все пожелание. В том числе того, чтобы жить в мире всю, всю, всю жизнь в мире. Вот и все. Моя понравилась. Это наховая.